Атакой камнями закончилась ссора соседей в поселке Красные Ткачи Ярославского района. Есть пострадавшие. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Обе стороны конфликта выслушала Зоя Рыжкова. Вот один из долетевших камней, но остальные у нас забрали органы соответствующие. Вот один из камней. Вот такими, вот это какой надо иметь силу, чтобы такими камнями кидаться. Таким способом соседи пытались вызвать сына Светланы Дубовой за ворота, чтобы поговорить по-мужски. У нас было я, муж и еще двое, четыре человека. И мой сын был. Потом мы подошли, говорим, Влад, выйди как мужчина с мужчиной поговорит. Они открывают дверь и начинают на нас воду лить. Мы начали тогда по забору барабанить обязательно. А как же? Забор атаку камнями выдержал, но один из булыжников попал в голову Ирины Золотаревой. А начался конфликт с просьбой сделать музыку потише. Я говорю, ребята, 12 ночи, сделайте, пожалуйста, музыку потише. В ответ на это человек 10-15 цыган и маленьких, и взрослых. Они принимались стучать все вместе камнями, пытаясь ворваться и вызывая нас наружу. Цыгане разного роста, даже видно, где били дети, где били взрослые. В руках у каждого из них был кирпич. Соседка утверждает, что в тот день они слушали музыку, но не громко. Праздновали день рождения ее сына. Он у меня болеет, то есть у него белый билет, то есть ему не отметить день рождения, то есть не получается. Он у меня нервный, неадекватный. Нас милиция приезжала и снимала, что мы образцовая семья. Среди всех цыган мы самая образцовая семья. Мы здесь жили, нас никогда никто, ни один сосед нам слово тю не сказал. И мы никому никогда не приставали. Соседи не скрывают, что в последнее время найти общий язык не получается. И сейчас в конфликте разбирается полиция. Проводится проверка, при результате которой будет принято объективное процессуальное решение. В больнице Ирина Золотарева пролежала 10 дней. Результат попадания камня в голову – закрытая черепно-мозговая травма и стрясение мозга. Что могло произойти в ту ночь, если бы ее муж вышел поговорить с соседями, она боится даже предположить. Зоя Рыжкова, Алексей Карашев, Вести, Ярославль.